Добрый день уважаемые трейдеры вас приветствует компания winoption signals и сегодня у нас на рассмотрении индикатор для бинарных опционов red wave осциллятор данный индикатор является осциллятором который предназначен для определения дивергенции между третьей и пятой волнами эллиота что не всегда легко увидеть самостоятельно но благодаря данному индикатору можно будет видеть абсолютно все дивергенции стоит отметить что для новичков данный индикатор может показаться сложным и перед началом его использования стоит понимать что такое дивергенции помимо этого данный индикатор является платным но с нашего сайта для ознакомления его можно будет скачать бесплатно хоть данный индикатор является основным в комплекте с ним идет и другой индикатор дивергенции поэтому рассмотрим каждый из них по очереди индикатор red wave осциллятор это продвинутая версия индикатора awesome осциллятор и если их сравнить то можно увидеть что они очень похожи основаны данные индикаторы на скользящих средних но основным отличием red wave осциллятор от awesome осциллятор является очень широкий и новый функционал индикатора который включает в себя сигналы и алерты а также множество других переменных которые позволяют отслеживать дивергенции при более подробном рассмотрении индикатора можно видеть что на нем присутствует панель столбики красного и синего цвета а также линии которые усредняют гистограмму линии усредняющие гистограмму не несут никакой пользы в торговле а имеют лишь информативный характер а вот панель и светостолбиков гистограммы уже относятся к самой торговли но прежде чем перейти к правилам торговли по данному индикатору стоит рассмотреть его настройки и первое что можно настроить в индикаторе это количество отображения баров на истории далее идут периоды скользящих средних а после них два наиболее важных параметра и первый параметр отвечает за метод построения скользящих средних а второй за тип цены и говоря о методах можно использовать как самую обычную простую скользящую среднюю так и более экзотические варианты построения которых довольно много типы цены также довольно разнообразны в данном индикаторе и можно использовать как стандартный тип по закрытию также и медиан или любой другой способ включая хейкин аши и для примера давайте попробуем добавить еще один такой же индикатор на график но с другим методом построения и для примера пусть это будет hal moving average и как можно видеть вверху у нас идет простая скользящая средняя а внизу скользящая хала и построение при этом абсолютно разное поэтому при желании каждый может подобрать абсолютно любые настройки и сделать индикатор более эффективным следующие параметры в настройках отвечают за панель дивергенции тут можно поменять расположение панели и она может быть как слева так справа и также выключена следующие параметры отвечают за таймфреймы которые на панели расположены слева справа и посередине суть данной панели заключается в том что она показывает дивергенции на других таймфреймах что дает возможность отслеживать дивергенции на одном графике без необходимости переключения между таймфреймами если таймфрейм посередине установлен как current то есть текущий то слева можно установить предыдущий таймфрейм выбрав current минус 1 или же установить любой другой нужный таймфрейм то же самое можно сделать по таймфреймам и справа следующие настройки относятся к визуальной части панели настройки далее уже относятся именно к сигналам и дивергенциям и первый параметр отвечает за сигналы от красных и синих толстых столбиков гистограммы и стоит отметить что данный параметр лучше отключать так как при включенном параметре на графике будет появляться очень много ложных сигналов следующий параметр отвечает за сигналы дивергенции и он должен быть включен если взглянуть на панель таймфреймов то на ней можно видеть что дивергенции отмечаются как 3-5 и это один из типов дивергенций которые выбираются в следующем параметре под названием div type и выбрать можно из четырех дивергенций где есть классическая дивергенция дивергенция второго типа также скрытая дивергенция и смешанная дивергенция то есть классическая плюс скрытая по умолчанию в индикаторе выбрана дивергенция т2 то есть дивергенция второго типа формируется такая дивергенция когда индикатор заходит за ноль ее советуют использовать как автор индикатора так и другие трейдеры которые используют данный индикатор следующий параметр отвечает за количество баров при которых формируется дивергенция, и их лучше не менять. Далее можно установить тип сигнала, который появляется в конце или в начале открытия свечи, и далее также можно выбрать алерт, который будет показан на графике, а точнее включение и выключение самих алертов. Также алерты можно настроить как по времени, так и по другим опциям. А все следующие настройки относятся к визуальным. Важно знать, что настроенные сигналы будут появляться только в реальном времени или в тестере, но на истории их видно не будет. Вторым индикатором в комплекте с RedWave осциллятор идет другой индикатор под названием Elliot Trigger, и данный индикатор является более усовершенствованной версией другого индикатора Williams под названием AC. Обсуждать долго данный индикатор нет смысла, так как он имеет точно такие же настройки, как и предыдущий, но отличием является то, что на графике не отмечаются сигналы. А использовать данный индикатор стоит только вместе с RedWave осциллятор. Несмотря на то, что дивергенции на графике отмечаются сигналами, не лишним будет знать, как выглядят дивергенции, которые используются в данном индикаторе. И как уже говорилось ранее, это классические и скрытые дивергенции. И отличаются друг от друга они тем, что классические дивергенции являются более выраженными, а скрытые наоборот, могут строиться без обновления пиков на индикаторе или цене. Также данные дивергенции строятся по третьей и пятой волнам Elliot. И сама теория является очень обширной и сложной для объяснения, но в визуальном плане можно посмотреть, как выглядит третья и пятая волны. И именно по этим волнам и берутся дивергенции по индикатору. Чтобы рассмотреть правила торговли и примеры возможных сделок по данному индикатору, запустим тестер, чтобы посмотреть, какие появятся сигналы. По итогу у нас появилось целых два сигнала, которые можно использовать для примеров. И обратите внимание на то, что сигналы в виде красных и синих точек являются дивергенциями именно от третьей и пятой волны. Тогда как толстые столбики гистограммы говорят о классических дивергенциях и они могут перерисовываться, так как цена может пойти еще ниже или выше. И именно поэтому в настройках не стоит включать сигналы именно по классическим дивергенциям, о чем и говорилось ранее, так как они будут часто давать ложные сигналы. Сигналы же по дивергенциям третьей и пятой волны не перерисовываются. И по итогу, говоря о правилах торговли по данному индикатору, они являются максимально простыми. И при появлении синей точки мы покупаем опцион call с экспирацией в 5 свечей, а при появлении красной точки мы открываем опцион put с экспирацией также 5 свечей. Для большего удобства переключим график на свечной, а также уберем сетку. И по итогу можно видеть, что экспирация в 5 свечей принесла бы прибыль. Теперь вернемся к сигналу для опциона put и можно видеть, что здесь экспирация в 5 свечей также себя отработала. Помимо этого, торговать по данному индикатору можно и по классическим дивергенциям, но такой подход является более рискованным. Поэтому лучше использовать и второй индикатор, который будет подтверждать дивергенции. Покупать опционы по классическим дивергенциям нужно только в те моменты, когда появляются серые столбики после красных или синих столбиков. Экспирация при этом используется в 2 свечи. Примерами таких сделок могут подслужить две данные дивергенции. И в данном случае опцион call покупается тогда, когда образовалась классическая дивергенция, о чем также говорит толстый синий столбик гистограммы. И после того, как свеча на сером столбике закрывается, покупается опцион с экспирацией в 2 свечи. Точно такая же ситуация и с опционом put, и в данном случае после того, как свеча на сером столбике закрывается, покупается опцион с экспирацией в 2 свечи. И в заключении хочется сказать, что несмотря на то, что сигналы по данному индикатору могут приносить хорошую прибыль, его обязательно стоит протестировать на демо-счету, чтобы понять, как он работает. А также обязательно стоит придерживаться правил money management и risk management, особенно если будут использоваться только классические дивергенции. Если данное видео было для вас полезным, то не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал и нажмите на колокольчик, установив в настройках уведомления на все видео, чтобы не пропустить обсуждение самых интересных тем с нашего сайта. Желаем удачной торговли!